Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы опять на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать об Альваре Кастанет. И я имею в виду не биографию, а о его работах, о его стиле и о его мастер-классах. Мне удалось побывать на одном его мастер-классе, когда он был в Санта-Барбаре, это был 2015 год. И чтобы попасть на этот мастер-класс, я стояла в очереди два года. Сейчас перед вами идут фотографии Санта-Барбары, которые я сделала в то время. Очень симпатичный город, но совсем не такой, как его показывали в сериале Санта-Барбара много лет назад. На этом мастер-классе были люди со всей Америки. Все останавливались в одной и той же гостинице. По-моему, было человек 15, то есть не сильно много. Альвара Кастанет тоже останавливался в этой гостинице. Вот сейчас он перед вами. Это первая встреча вечером. То есть все прибывают в один день, примерно в 5 часов вечера. Все вместе ужинают, знакомятся. У этих мастер-классов есть администратор. Человек, который за все отвечает и который всегда там. И в принципе, это человек правая рука Альвара Кастанет, а также была его жена. И вот нам всем сказали на следующее утро, в 9 утра, быть вот в этом месте. Это в Санта-Барбаре, там большая пристань, где очень много разных лодок, парусников, буксиров. И я вам хочу сказать, что это очень сложная тема для пленара. Все эти мастер-классы не для начинающих. Даже если в рекламе пишут, что любой уровень, в принципе, людям, которые никогда раньше не писали акварелью, а особенно пленары, там делать нечего. Будет очень сложно и много будет разочарований. Эти мастер-классы очень интенсивные. Каждый день Альвара делает две демонстрации. На это уходит 4 часа. А потом 4 часа дается вам, чтобы вы попытались произвести нечто подобное. Вот как раз сейчас перед вами его палитра. И я хочу немножко поговорить о цветах, которые Альвара использует. Он с собой обычно возит вот эту палитру на 12 цветов. Но кроме этого у него с собой еще очень много разных тюбиков. И если ему нужен оранжевый и для него места нет, то он выдавливает этот оранжевый прямо сверху на красный. Сейчас я вам перечислю цвета. Вот именно в этой палитре я буду стараться название говорить по-русски. Но я не совсем уверена в их произношении, потому что все это я учила на английском языке. Голубые цвета. Церрулен. Кобальд. Ультрамарин. И вот сейчас на этой фотографии как раз эти три цвета хорошо видно. Второй ряд. Уже непонятно, что там. Но у меня сохранились записи с тех пор. И второй ряд был кобальд-тюркоис, лавандовый и жженая сиена. Кобальд-тюркоис это такой зеленоватый оттенок. Я посмотрела в гугле и на русский это переводят как кобальтовая бирюза. Следующий ряд. Кадми красный. Желтая охра. Иногда она заменяется натуральной сиеной. И ализарин кримсон. И последний ряд, самый ближний к нам. Вот этот оранжевый называется. Пайрол оранж. В гугле перевод идет как пироловый оранжевый. Следующий цвет это Браун Меда. И гугл это переводит как коричневая марена. Я не знаю, что такое марена, но гугл может ошибаться и ставить неправильные слова. И последний цвет это нейтральный серый. И у него есть такой немножко фиолетовый оттенок. Все эти краски от фирмы Дэниел Смит. Альвара Кастаньет говорит, что он никогда не моет палитру. И он часто выдавливает нужную краску в доступную ячейку. И вот сейчас вы видите одна пустая ячейка, слегка оранжевая. Но раньше у него там был кобальт-тюркоиз. Во время мастер-класса Альвара Кастаньет не разрешает фотографировать когда угодно. Только тогда, когда он говорит, можно сфотографировать. И все фотографии, которые вы видите, были сделаны именно в то время, когда он сказал, что можно было фотографировать. В связи с этим многое пропущено. Давайте посмотрим, с чего он начинает. Рисунок, как вы видите, очень свободный. Никаких точных линий, только намек, где что находится. Вначале он смачивает бумагу кисточкой. И только на горизонте он оставляет сухую полоску. Потом он делает первый слой краски. И как вы видите, в небе это такой слабый слой. И он любит, чтобы все было рябое. Он не делает просто гладеньких линий. Дальше я не смогла сфотографировать. И он не разрешает видео категорически. И вот эта работа в оконченном состоянии. Я вам честно скажу, что для меня тогда это было непостижимо. Как это можно сделать? Вот еще раз. Начало. И вот конец. Там, где люди в лодке, и вы видите яркие белые точки. Это он сделал белой акварелью. Для этого используют Chinese White. Китайский белый. Также вот виден дым или пар поднимающийся. Это тоже было сделано белой акварелью. Когда все еще было мокрое. Задний план был очень темный. Еще было непонятно, как этот темный высохнет. И вот тогда он ввел туда буквально один или два мазка белого. И оно самого так расходится. И становится вот таким дымом. Когда полностью высыхает. Самое яркое и привлекательное место в этой работе. Это вот то на горизонте. Там, где была эта белая линия. И туда он вписал разные полосочки, которые показывают, что там где-то сзади есть какие-то лодки. И вот этот контраст между темным и белой бумагой как раз дает эту привлекательность. А теперь приготовьтесь. Я вам покажу мою работу на этом же месте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня ничего не получилось. Но Альва рассказал, что это хорошее начало. Что у меня появились абстрактные формы. Которых раньше в моих акварельных работах не было. Раньше я делала четкий рисунок карандашом и четко в линиях его раскрашивала. И вот на это все ушло 4 часа на его демонстрацию и мою работу. Теперь после обеда мы перешли на новое место. И он делает следующую демонстрацию. На этом мастер-классе он пользовался только бумагой Арчис. У меня была бумага Фабриана. А вот на этой фотографии как раз виден второй этап. Когда первый слой полностью высох. И теперь он наносит следующий, более темный слой. И как вы видите, он уже оставляет светлые места, которые будут привлекать внимание. Эту работу кто-то купил еще до того, как она была окончена. И тот человек не хотел, чтобы эту работу фотографировали. Поэтому у меня нет фотографии окончательного результата. Но зато я вам покажу мою работу примерно с этого же места. Конечно, ее нельзя сравнить с работой Альвара Кастаньет. Вот эта работа. Вы знаете, как я тогда была с собой недовольна. А вот сейчас смотрю и ну ничего. Абстрактные пятна и вправду существуют. А это как раз была и задача этого мастер-класса научиться создавать абстрактные пятна. Которые потом уточняются во что-то более узнаваемое. А это на следующий день. И на этих фотографиях примерно 9, может быть 10 утра. В Калифорнии солнце, кстати, поднимается очень рано. На этой фотографии виден второй слой. И как вы видите здесь, вторым слоем он сделал небо. Чтобы оно было яркое. И чтобы здания выделялись. И он всегда ведет внимание к горизонту. Я вам хочу сказать, что за все эти три дня ни у одного человека не получилось ничего подобного, как у Альвара Кастаньет. Но это все было не важно. Только находиться рядом с ним. Только видеть, как он создает эти шедевры. Вот прямо здесь на ваших глазах за 2 часа, иногда за 3 часа. И иметь возможность с ним общаться и задавать ему вопросы. А он очень открытый человек. Он отвечает на все вопросы. И он очень дружелюбный. И такой очень смешной. И от этого общения с ним вы получаете громадный творческий толчок. Сейчас вы видите видеоряд его работ, которые он привез с собой. То есть он их не писал на этом мастер-классе. Он их привез с собой для того, чтобы людям показать. Ну, естественно, все эти работы были на продажу. Сейчас уже тяжело сказать, какой был размер. Например, это было пол листа большого. Ну, наверное, где-то 50 на 30-35 сантиметров. Достаточно большие работы. Те работы, которые он делал на улице для демонстрации. Он продал все. По 500 долларов за каждую. Вот эти работы он продал не все. И он за них хотел по 1000 долларов за каждую. Но я вам хочу сказать, что фотографии не показывают красоты всех его работ. Когда вы это видите вживую, так дыхание останавливается. Настолько красивые, настолько привлекательные, экстравагантные и интересные эти работы. Это сейчас он показывает, как он делает скетчин, наброски. Он всегда с собой возит вот такие маленькие альбомы, в которых он рисует. На этом мастер-классе большое место он уделил людям. Тому, как рисовать людей. Потому что это оказалось больным местом у всех. И там были люди с художественным образованием. Дело не в образовании, а дело в том, чтобы научиться одним движением руки или двумя движениями руки, какими-то спонтанными линиями, буквально за 10-15 секунд показать идущего человека. Вот в этом фокус. И вот видите, по этим кружочкам он делит человека на 9 частей, не на 8. Микеланджело делил на 8. В нашем классическом рисовании делят на 7,5 частей. Так почему Альваро Кастаньет делает 9 частей? Потому что он говорит, что у людей тенденция делать голову слишком большую. И в аквареле это сразу заметно, и большая голова вообще не нужна. Поэтому он, когда объяснял, показал 9 голов, 9 частей. Ноги начинаются от середины и маленькая голова. Дырка между ногами показывает движение. Как правило, одна нога короче, вторая длиннее. И, как правило, одна нога проведена сухой кисточкой. На этой фотографии он подписывает мой скетчбук. И это именно тот скетчбук, где он мне показывал, как рисовать людей. И теперь он от меня уходит к другому человеку. И сейчас я вам покажу мои наброски на этом месте. Задание здесь было сделать хорошую точку фокуса или район фокуса в работе. И акварельная спонтанность. А дальше мы вышли на новое место, где Альваро показывал, как делать глубину улицы. Сейчас я вам покажу его оконченную работу. Но посмотрите на эту работу, посмотрите на эту лёгкость. Это уму непостижимо. Как можно вот так легко, свободными мазками, почти без рисунка делать акварель. На прощание я ещё раз покажу вам мои работы на этом мастер-классе. И я вам хочу сказать, что вот этот переход от чёткого рисунка и гладкой акварели к тому, что делает Альваро Кастанет, очень сложный. У меня всё время было такое нервное ощущение, как будто мне чёлку зачесали не в ту сторону. Но с другой стороны, ты понимаешь, что то, что делает Альваро Кастанет, это намного лучше. Что это и есть настоящая акварельная живопись. Ну что ж, на этом я буду заканчивать это видео. Сейчас я вам покажу фотографию я и Альваро Кастанет. Кстати, фотографировала его жена. Это уже был конец третьего дня. И к этому времени я была изнемождённая. Я еле держалась на ногах. Ну что ж, я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что мои работы не сбили вас на повал и не напугали вас до смерти. На сегодня это всё. До свидания. И возвращайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok